Всем здравствуйте! Вот когда все тюльпаны посажены уже в клумбы, в грядки, и когда вы вдруг неожиданно снова открываете дверь садового магазина, а там лежит практически килограмм тюльпанов в пакет, просто набросанный, вот так вот, россыпью, вот так, и стоит это 90 рублей, и вы смотрите на них, и у вас такое чувство возникает, боже мой, сегодня купить, голос тебе говорит, зачем тебе все это, у тебя уже все посажено, но они же 90 рублей, вчера были маленькие по 3, вернее, вчера были большие по 5, и сегодня маленькие по 3, и, конечно, естественно, я купила целый этот пакет тюльпанов, и теперь я просто не знаю, что с ними делать, я не знаю, какие они, какого они класса, какой они группы, они просто тюльпаны, которые остались, наверное, в питомнике, неплохие совсем тюльпаны, я подумала, боже мой, а что, если их посадить в кашпо, и весной они у меня зацветут, и я их поставлю, буду на них любоваться, плюс клумбы, может, что-нибудь выйдет, вот с такой вот вещью, как сохранение растений, которые вы не успели посадить осенью, я столкнулась года два назад, где-то года два назад у меня к осени осталось несколько растений, которые я очеренковала, которые я купила, но не посадила, потому что лень было, некогда, и они у меня стояли, и я подумала, а как же мне их сохранить зимой, и в каком-то таком психозе я ничего умнее не нашла, как просто выкопать яму на грядке, запихать туда все эти горшки, и просто закопать в уровень с грядкой землей, зима у нас достаточно снежная, все это покрылось снегом, и к своему такому, наверное, удивлению, весной я обнаружила совершенно целые растения, которые тут же пошли в рост, они прекрасно пережили зиму, и я их уже посадила, продуманно, куда я хотела. И вот в этот раз у меня то же самое, у меня есть розы, которые мы черенковали, и которые уже достаточно большие, и посадить на место я их не могу, потому что они явно не переживут эту зиму. У меня есть крыжовник, который тоже нужно посадить, но пока я не знаю, куда. Еще там парочку-тройка растений наберется. Ну и вот теперь еще и пакет тюльпанов. И вот такое решение. Нужно взять вот такие вот, даже не знаю, как правильно назвать, горшочки. Единственное, что у этих горшочков должны быть очень хорошие дренажные отверстия, потому что когда вы закапываете в землю растения на зиму, естественно, вся вода, дожди, которые будут собираться через этот горшок, они должны также проходить, чтобы здесь ничего не загнило. Туда я бросила, ну, у меня уголь, ну, дренаж можно сделать любой. Сверху немножко я насыпаю песка, опять же в плане дренажа. И затем подготовленные земли. Земля у меня подготовлена вот здесь, вот уже я смешала свою землю. Торфа у меня нет в данный момент. Свою землю, песок, добавила доломитовой муки, добавила перегноя, все это перемешала. Таких новомодных удобрений, как сейчас применяют сион и смокут, у меня пока нет. Вполне возможно, за зиму я их и приобрету. Мне интересно даже. Ну, у меня есть добрый старый суперфосфат. Вот, поэтому я смешала немножко суперфосфата сюда. И теперь вот такой вот горшочек. Горшки, конечно, желательно не очень высокие брать. У меня вот этот не высокий, а вот где-то повыше. Сюда где-то треть земли должна, наверное, вашей плодородной, которую вы сделали. Вот так вот набросать, чтобы над тюльпанами было 8-10 сантиметров сверху земли. Можно еще песочка. И уже на песочек я сажаю тюльпаны. Тюльпаны я сажаю достаточно часто, потому что я люблю прям такими красивыми букетами, чтобы они свели не одиночно. Поэтому вот у меня в этот горшок, ну, вот где-то уже 3-4-5-6-7-8. Еще и 9-е мы посадим. Уже чтобы, когда они взойдут, это был просто букет, супер букет. Правда, я даже не знаю, какие здесь расцветки. Но материал хороший. Не жалко 90 рублей для целого мешка тюльпанов. Сверху также немножечко песочка. И такой же плодородной землей уже до вершины вашего коржка. Вот так. Вот это все... Ой, червячок попался. Вот это все нужно пролить. Тщательно пролить. У меня под него вот так вот ковшечком. Вообще хорошо пролить прям с лейки. У меня, кстати, здесь еще лилия плавает. Да, тюльпаны перед тем, как садить, я замочила в растворе марганцовки. Еще хорошо, еще больше даже надо пролить. И вот такие горшки вы уже просто берете обычную грядку. Единственное, что нужно не забыть, куда вы закапываете, чтобы весной это место найти. Потому что однажды я закапывала черенки, чтобы прививать яблони. Я это место долго и упорно искала. Весной я еле нашла. Муж мне сказал, что надо на следующий год сфотографировать. Он сфотографировал через год, куда я снова закопала черенки яблони. Весной, когда мы посмотрели фотографию, привязки к месту не было вообще никакой. Просто была грядка крупным планом. И опять же, никто не знал, где грядка и какая грядка. Поэтому запоминайте место. С тех пор, все, что я закапываю землю на зиму, я ставлю просто какой-нибудь опознавательный знак. Какую-нибудь высокую палку или еще что-нибудь. А после этого нужно в обычной вашей грядке выкопать достаточно глубокую яму. Вот это мелковатая. Поставить в эту яму все ваши горшки, которые у вас есть. И просто... Вот, допустим, у меня это тоже посаженные тюльпаны. Вот там посаженные тюльпаны. Вот пока я, например, вытащу вот этот вот. Поставить все ваши горшочки, то, что вы желаете. И просто, просто все это закапывается землей. Делается просто. У меня здесь просто ямка образовалась. Уровень грядки вашей. Все. Как будто вы посадили. Но только вместе с горшком. Все. И об этом можно забыть. Я ничем больше не укрываю. Я все это оставляю. Плевает дождь. Все идет. Все замечательно проходит. Весной я вытаскиваю те растения. И уже можно посадить на какое-то определенное место. Горшков с тюльпанами у меня получилось много. Честно сказать. Наверное, штук 6 или 7 вот таких вот. Плюс еще я посадила мелкие лилии, нарциссы и крокусы. Которые я выкапывала у себя на участке. И маленькие луковички. Жалко мне сажать просто в землю. Я их решила посадить горшок. И посмотреть, что весной из этого получится. Вот такой эксперимент. Результат этого эксперимента мы увидим весной. Либо будут пышные, красивые букеты. Либо просто тупо все сгниет. Я все-таки надеюсь на первое. Любите жизнь. Радуйтесь жизни. Жизнь прекрасна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова